В Охотском районе снижаются цены, правда не на всё. Компенсации правительства окраина, транспортировку продуктов начали пользоваться спросом у местных предпринимателей. Для кого предусматриваются скидки и оценили ли понижение стоимости охотчания, выясняла Енина Богданова. Эта витрина и есть специальный магазин для избранной категории посетителей. И стоимости товаров вычеркнуты транспортные расходы и 20% надбавка предпринимателей. В итоге продуктовая корзина на месяц обходится в полторы тысячи рублей. Эти льготы компенсируются за счёт бюджета района. И воспользоваться ими могут участники Великой Отечественной войны, их вдовы, труженики тыла и пережившие блокаду Ленинграда. Всего их в Охотском районе 38. Остальным жителям приходится затягивать пояса. Вообще приходится все отказывания. Всё уходит только на еду. То есть одеться в уцаре практически невозможно. Средний зарплат 30 тысяч, хлеб 60, мясо 400-450, все яблоки за 300. Такая стоимость продуктов связана с дороговизной транспортировки. Товары доставляют в Охотск только самолётом. И перевозка одного килограмма груза обходится в 150 рублей. А потому правительство края субсидирует её из своего бюджета. Из расчёта 21 рубль за килограмм. Но предпринимателю сначала необходимо закупить товар за свои деньги, собрать пакет документов и отправить его в Хабаровск. И лишь после этого он может получить компенсацию. Мало того, что у нас отсутствует связь всегда, интернет, то есть работать этой связью, пользоваться не очень удобно. А передавать с кем-то почта ходит очень долго. И получается, мы документы передаём. Правительство края планирует устранить эту проблему. Документы уже в следующем году можно будет предоставить в администрацию района. Компенсация транспортировки пока распространяется только на три продукта. Муку, сахар и детское питание. Первый год как бы со скрипом шло. Потом научились заполнять документы. В принципе, отработана вся схема. Так, в Охотске осталось лишь два предпринимателя, не воспользовавшихся компенсацией. Один из них просто не успел собрать необходимые документы. Теперь краевые власти обсуждают, как для жителей северных районов сделать более доступными фрукты. Енина Богданова, Александр Ландарь, Вести, Хабаровск.